Вакцинацию от COVID-19 теперь можно пройти в курортном районе. Пункт развернут на базе 68-й поликлиники в Сестрорецке. На сегодняшний день прививка вакцины «Спутник Ви» доступна гражданам, достигшим 18-летнего возраста. В Сестрорецкой поликлинике побывали и мы. Жители сделать прививку в процедурный кабинет идут активно. Прежде всего, врачи рекомендуют пройти вакцинацию людям старшего поколения. «Всему городу Санкт-Петербурга началась вакцинация против коронавирусной инфекции. В городе открыты несколько десятков пунктов вакцинации, мы в том числе. В данный момент записаться на вакцинацию может любой гражданин Российской Федерации в любом из пунктов по списку». Современные проблемы требуют современных решений. На борьбу с коронавирусной инфекцией встали вакцины. Со следующей недели в стране начнётся массовая вакцинация. Однако уже сейчас пункт вакцинации вовсю работает в нашем районе. Для того, чтобы воспользоваться своим правом на бесплатную вакцинацию, необходимо предоставить в медицинское учреждение паспорт, полис и СНИЛС. «Вакцинация проводится вакцина ГАМ-КОВИД-ВАК. Это вакцина производства Института Гамалея, международное название «Спутник В». Соответственно, проводится гражданам, не болевшим коронавирусной инфекцией с 18 лет, без ограничения возраста в настоящий момент. Из противопоказаний, только стандартные противопоказания к любой вакцинации – это обострение хронических заболеваний и острые респираторные заболевания. Мы начали вакцинацию с октября месяца. Первыми мы прививали сотрудников нашего стационара, сотрудников других стационаров, оказывающих помощь больным с коронавирусной инфекцией. Безусловно, первые вакцинировались люди молодого возраста, работающие в красной зоне, поскольку на тот момент ограничение по инструкции составляло 60 лет. В настоящее время вакцинация открыта для работников других профессий и отраслей – это работники образования, работники транспорта, работники садовых структур. И с января месяца изменена инструкция к препарату, разрешена вакцинация лиц старше 60 лет, поэтому уже достаточно большое количество людей привитых у нас старше 60 лет, старше 80 лет. Есть люди, которые тоже привились и абсолютно хорошо перенесли эту вакцину. На сегодняшний день в Сестроецке привито более 500 человек. Вакцинация проводится в два этапа. Сначала вводится первая доза препарата, затем через 21 день – вторая. Полноценный иммунитет формируется через 42 дня после начала инъекций или через 21 день после второй инъекции. Множество людей опасаются делать прививку от коронавирусной инфекции, опасаясь каких-то последствий вакцинации, неизученности мнимой вакцины. Могу сказать следующее, что данный тип вакцин, как векторная вакцина, изучается уже много лет. И вакцина на базе аденовируса, которой мы работаем, она была изучена и использовалась на вакцинации против лихорадки Эбола. То есть это не новая абсолютная история, это понятная платформа. Вакцина создана в короткие сроки, поскольку коронавирусная инфекция вызывает очень тяжёлые последствия перенесённого заболевания. Множество людей погибли от этой инфекции. И на данный момент вакцинация является единственным способом защиты от тяжёлой степени заболевания. Пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции рекомендуют в первую очередь лицам старшего поколения, а также имеющим тяжёлые хронические заболевания. Именно они находятся в зоне риска и имеют более высокую вероятность развития осложнений при болезни. Однако для защиты организма от недуга пройти вакцинацию необходимо будет всем. Так, всё. Мне ступольчика может помогать. Я заберу. Всё, надевайтесь. Спасибо.